Погнали. Значит, сегодня мы поговорим про архитектуру, фронтендовую архитектуру и опыт ее применения, и конкретно про фичи слайс-дизайн. Да, вот как правильно сказал Миша, меня зовут Антон. Я руковожу разработкой фронтендовой в проекте DevPlatform. В целом я в разработке уже 13 лет. Шесть из них я пилю различные приложения на React. Работал и в аутсорсе, и в стартапах, и в различном интерпрайзе. И в целом, если говорить про сам продукт, которым я сейчас занимаюсь, и на котором мы, собственно, применили FSD, это продукт, который построен поверх облака, и он предоставляет нашим пользователям и клиентам возможность настраивать процесс разработки. Вот так он как-то выглядит. Итак, для кого этот доклад? Ну, конкретно, в первую очередь, это для фронтенд-разработчиков. Те, которые пишут и пилят сингл-пейдж аппликейшены. То есть, если у вас там лендинги или какая-нибудь микрофронтендовая архитектура, то, скорее всего, для вас FSD и эта тематика не совсем актуальна. И там своя история. Также, если у вас есть какой-то фреймворк типа Next.js, который уже задает какую-то архитектуру проекта, то это тоже, скорее, ну, немного другая уже тема. Не обязательно React. То есть, любой инструментарий, который позволяет вам писать сингл-пейдж аппликейшены, которые заранее не задают вам какую-то архитектуру, он вполне подходит для того, чтобы разрабатывать в рамках FSD. Ну и конкретно всем тем, кому интересна тематика архитектуры клиентского приложения и что она себя представляет. Зачем? Ну, первое, наверное, это то, почему мы вообще здесь все собрались. То есть, мы встречаемся, общаемся, дискутируем, спорим, задаем вопросы. И это помогает всем нам развиваться, развивать все наши инструменты, особенно если вы эти инструменты так или иначе либо open-sourcete, либо у вас inner-source в рамках крупной компании. В целом, если у вас есть какой-то инструментарий, который вы даете другим, это позволяет нам уменьшать количество велосипедов. Я не говорю, что велосипеды — это плохо, но в целом круто, когда мы можем что-то переиспользовать и позволяем этому развиваться. Ну, естественно, небольшая очевидность, что всегда проще учиться на чужих ошибках. И в целом, чтобы архитектура была скорее помощником, чем препятствием. В целом, о чем мы сегодня поговорим. То есть, вначале я расскажу о том, как мы выбирали FSD, какие у нас были критерии для этого. Немножко расскажу о самом FSD в контексте этих критериев, как он помог нам их разрешить. Есть определенные боли и проблемы, с которыми мы столкнулись. То есть, некоторые мы решили, некоторые не решили. Об этом тоже расскажем. Ну и подведем итоги в конце. Итак, у меня небольшой вопрос. Поднимите руку те, кто разрабатывал сингл-пейдж аппликейшены и в процессе развития, вот, возможно, с такой штукой сталкивался. О, круто. И я тоже. У меня был, особенно в аутсорсе, когда у вас куча-куча проектов, особенно если писали другие разработчики. У меня были проекты, которые писали индусы. Вот. И это была постоянная ситуация. И что мы здесь, короче, вот видим, да? Первое, что здесь чаще всего нифига не понятно, какая здесь, у кого зона ответственности, какая бизнес-функциональность у них заложена, да? То есть, компоненты, контейнеры. Это не про это. Во-вторых, чаще всего там страдает модульность. Хотя вроде как бы компонентный подход, мы что-то там порезали. Но потом, если стоит задача, например, какую-то функциональность выделить отдельно, я не знаю, там, например, в RAM-хенпейм-пакет какого-то, то все, это надо рефакторить, это надо все переписывать. Вот здесь отсутствует какая-то строгость, да? То есть, чаще всего такие структуры начинались пару папочек, а потом они просто росли, росли, множились, и вообще непонятно, не появится еще какая-то папка на каком-то этапе разработки или еще с десяток папок. И вообще, как вот это все придумывается? Вот сидит разработчик, а давайте еще одну запихнем. Большая проблема — это привязка, да? Вот вы видите, здесь папка Redux есть, редюсеры-селекторы из этой же оперы. И если вам надо перейти с Redux на MobX, все, надо это все переписывать, перефигачивать, нужны новые папки. Чаще всего здесь страдает документация, ее, скорее всего, либо вообще нет, либо она протухшая, нету сил, нету времени поддерживать ее и развивать, даже если у вас она автоматическая на JS-доке, например. Здесь также отсутствует, как правило, какое-то активное сообщество, которое может помочь, особенно новичкам, в рамках онбординга или решения каких-то нетиповых задач. Чаще всего это какой-то один разработчик или два, которые были у истоков этой разработки. И вот надо их еще найти. Они могут быть в отпуске, они могут болеть, они могут уезжать в командировку и выступать с докладами. И пойди и сыщи их. Тут вот не видно, давайте я немного пригнусь. Это готовый инструментарий. Дело в чем? Дело в том, что иногда хочется, чтобы были инструменты, помогающие нам в рамках этой архитектуры писать код. Чтобы она проверяла в автоматическом режиме, чтобы нам помогала на код-ревью, чтобы у нас не было споров о том, что вот мы же о чем-то договорились, оно соответствует, не соответствует, ссылки на какие-то статьи в конфлюенсе, которые могли уже 100-500 раз устареть. И вот с такими критериями мы решили выбрать feature-slice-design. Это было в начале этого года. На тот момент это вторая версия. Вторая версия сейчас, но там есть определенные изменения, поэтому немножко этот доклад будет строиться от той версии, которая была описана в феврале. Итак, кому интересно здесь про саму историю, какие были архитектуры во фронт-энде, как в итоге ФСД появился, вот есть хороший интересный докладик. Если мне не изменяет, по-моему, от одного из, ну, либо авторов ФСД, либо участника корпуса общества. Вот, поэтому берите, смотрите. Итак, мы пойдем по нашим критериям. И начнем первое с разделения функциональной по зонам ответственности. Что мы видим? Вот такая есть схемка. Мы видим, что у нас есть на самом верхнем уровне архитектурные слои. И эти слои, по ним уже, в принципе, можно определить, что за что отвечает. То есть pages, app, виджеты, features и так далее. И здесь определенно есть разделение по зонам ответственности. Слайсы — это то, что фактически является модулями, а сегменты — это декомпозиция модулей внутри себя. И здесь мы тоже даже по сегменту можем понять, какую зону ответственности они на себя берут. Дальше модульность. Здесь важный момент, что в рамках архитектуры они для себя взяли правило про то, что модули между собой должны быть слабо сцеплены, а внутри себя у них сцепка может быть сильной. То есть вот эта внутренняя сцепка — это как раз взаимодействие между сегментами, когда мы декомпозируем модуль на отдельные его составные части. А слабая связанность — это как раз между слайсами. Строгость. Здесь, если мы посмотрим, у нас, во-первых, есть четкое разделение по слоям, которое не увеличивается. То есть строго-настрого их запрещено добавлять новыми слоями. Во-вторых, здесь важный момент, что есть иерархия. То есть это не просто какие-то придуманные слои. Они идут от низкого уровня к высокому, от абстракции к более предметной области. Более того, есть строгое правило по импорту. То есть какие слайсы как друг друга могут импортить. То есть ниже стоящие не могут импортить, выше стоящие. Ну и плюс запрещена кросс-импорт внутри слоя. Естественно, если мы опять вернемся к этой схеме, здесь нет никакой привязки к конкретным решениям. Вы можете пилить это на редаксе, на mubix, на graphql, на чем угодно. То есть засовывать это все в модулы. UI у вас может быть на реакте и на других инструментах. Документация. У них есть документация с примерами, с гайдами на отдельном специальном сайте, который поддерживается ядром команды, которую разрабатывает FSD. Есть активные сообщества. То есть, например, у них есть прекрасный телеграм-канал с тремя тысячами участников, где, во-первых, чаще всего помогает новичкам, которые задают иногда даже глупые вопросы в плане, ну, те, которые так в документации описаны. Есть и более тонкие беседы, дискуссии на тему решения нетиповых задач. И мы в том числе туда приходили с нашими проблемами и тоже находили свои ответы. Ну и в конце, если мы говорим про готовый инструментарий, это было фактически финальным фактором, почему мы выбрали эту архитектуру. Есть и есть лент-плагины. То есть для меня было принципиально важно, чтобы те вещи, которые заложены в архитектуре, про модульность с импортом между слайсами, про иерархию импортов по слоям, чтобы оно могло проверяться в автоматическом режиме, чтобы не надо было каждому в ревью проверять, а действительно ли он учел это правило, что слайсы там не могут из верхнего уровня, то есть из нижнего уровня ходить в верхний уровень. И под это есть прекрасные есть лент-конфиги, которые все это покрывают. Что мы в итоге получили? Ну, вот условно говоря, у нас не было, конечно, вот этого, вот этой схемы. Вот мы как бы сразу начали писать, но фактически вот от потенциальной вот этой схемы, которая в левой части, мы начали писать сразу правильно, грубо говоря. Вот. И на самом деле спустя фактический год разработки вот эта правая часть практически не изменилась. Она наполняется составными элементами, слайсами, там сегменты могут поменяться, но общая структура остается неизменной. И какие подводные камни, с какими подводными камнями мы столкнулись? Итак, я их разделю сейчас на две проблемы, на те, которые мы смогли решить, и на те, которые мы не смогли решить. Итак, первое. Это композиции-композиции. Сейчас я поясню, что это значит. Итак, вернемся к нашему проекту. Вот если мы здесь посмотрим, у нас есть какая-то страница, у нее есть шапка. Шапка — это вот не то, где… То есть у нее есть шапка общего приложения, где у нас отображается информация по пользователю, а есть шапка страницы. В данном случае туда попадает хлебные кружки и заголовок. Так как мы используем React Router в последней версии, у них там есть прекрасная возможность обертку, как лейаут страницы, вынести в отдельный компонент и через аутлеты таким образом отделить собственно содержимое страницы от лейаута. И вот этот лейаут был непонятно, куда размещать. То есть мы обращаемся к архитектуре. Здесь композиционными слоями являются только виджеты pages. Entities — про бизнес-сущности, Features — про какие-то конкретные действия с этим бизнес-сущностями. И получается, ну, в pages не хотелось это тащить, потому что это не совсем pages. Это составная часть pages. Логично, она относится к виджету. Но проблема в том, что раз в виджете есть, например, отдельный виджет breadcrumbs, который ходит в Entities за бизнес-данными, потому что мы в хлебных крошках отображаем, например, название сущности, то у нас получается проблема в том, что у нас должен быть виджет лейаут, который должен заимпортить виджет breadcrumbs, который в свою очередь уже ходит в нижестоящие слои. И, в общем, никуда это не подходило. Мы пошли в сообщество, общались и в итоге… А, еще важный момент, что в виджетах нельзя делать кросс-импорт, да, то есть запрещает архитектура. Так вот, мы пошли, пообщались, и в итоге пришлось сделать некоторое допущение, такое исключение из общего правила. Мы сняли запрет на импорт виджетов внутри виджетов. То есть у нас композиция только на этом слое находится. Альтернативные решения, типа добавить еще один слой layouts, для меня были плохими, в первую очередь почему? Потому что стоит создать хотя бы один раз какой-то прецедент, все, это начнет плодиться, раз мы layout'ы добавили, появится новая проблема, что бы нам еще один слой не засунуть, и у нас сразу теряется строгость, и быстро такая архитектура превратится в то, что вот мы на слайде мотивации видели. Это было первое допущение, которое в целом больше нам никаких проблем не создало. Второе – это где размещать интеграцию с API, да, то есть у нас растапи используются, там всякие endpoints, связанные с бизнес-сущностями, куда эту интеграционную часть девать. Ну, первый вариант казался логичным. Идем в entities, размещаем все это там, все прекрасно. Проблемы начались тогда, когда у нас появились агрегации, то есть, например, вот у нас есть там хранилище артефактов, коды репозиторий и так далее, и так далее, и совокупно это все называется ресурс. И у нас, например, есть отдельная логика работы с ресурсами, где надо это все вывести. И нам фактически надо заходить в разные endpoints, собрать это все, потому что с точки зрения растапи делать отдельный endpoint ресурсов оказалось не очень правильным. То есть мы хотели абстрагировать все-таки взаимодействие с бэкэндом на уровне контракта от нашей архитектуры. И поэтому получалось, что у нас здесь возникает проблема. Потому что если я ресурс размещу в entities, у нас опять появляется необходимость кросс-импорта. Если почитать документацию или сообщество, кто-то предлагает это выносить в shared, но этот вариант нам не нравился тем, что shared изначально позиционируется как слой, не привязанный к бизнес-логике. А здесь у нас в чистом виде фигурирует бизнес-сущность, их DTO-шки в типах. У нас есть определенная логика интеграции с бэком. Как мы вышли из этого? Очень просто и, мне кажется, очень элегантно. Все дело в том, что архитектура не запрещает ни на каком слой импорт от модулесов. То есть если мы посмотрим обратно на эту схему, там все прекрасно. На любом уровне слоя ты можешь из ноут-модуля симпортить все, что захочешь. А дальше мы сделали просто. Раз у нас весь растапе описан на уровне свагер-спики, мы взяли Orval, который занимается кодогенерацией, и все это запаковали в отдельный NPM-пакет. И спокойно теперь у нас есть отдельный NPM-пакет интеграционный, который мы импортим и с ним работаем. Теперь перейдем к нерешенным проблемам. Что у нас здесь есть? Ну, про готовый инструментарий. Естественно, так как это пишется в open-source, его пишут люди, то, естественно, там могут быть ошибки. Например, в том самом, который мы используем, у нас проблема с теми самыми импортами. Вторая проблема – это управление бизнес-сценариями. Что это значит? Ну вот если мы посмотрим еще раз на эту структуру, у нас здесь прекрасно разделены как бы отдельные объекты нашего бизнес-приложения. Но здесь абсолютно непонятны сами бизнес-сценарии или пользовательские пути. То есть, я не знаю, создание той или иной сущности, оно может складываться из нескольких этапов. И вот это, оно не локализовано. Его вот здесь не увидеть. Оно вообще размазано по коду, по разным слоям. Ну и отсюда у нас получается невозможность работать с этим бизнес-сценариями на уровне, ну, декларативно. И как следствие, мы не можем взять и какой-то бизнес-сценарий, например, выделить из этой структуры и создать как отдельные, там, я не знаю, решения. Вот. То есть, оно потребует определенного рефакторинга. Итак, что мы в итоге имеем? В целом, по большей части, то есть, даже несмотря на нерешенные проблемы, мы получили от применения FSD что? Это предсказуемость. Да? То есть, вот год прошел, структура та же. И я больше чем уверен, и через год будет примерно такая же картина. А предсказуемость дает нам что? Понимание, что по мере появления новых фич, более сложной логики, это будет контролируемо. То есть, и через год, да, кода будет больше, внутренней структуры будет больше, но в целом оно будет находиться в разумных рамках. Отсюда у нас появляется определенная согласованность разработки. То есть, если мы оперируем одними и теми же понятиями, знаем, как это решать, у нас появляются типовые решения, нам проще и быстрее проводить код-ревью и в целом понимать, как кто будет разрабатывать. Отсюда повышается прогнозируемость. И это выражается в том, что нам проще оценивать задачи, проще планировать спринты, их нагрузку. У нас снижаются издержки на сопровождении кода. И в целом у нас создается прекрасный плацдарм для автоматизации каких-то вещей. Ну и как следствие, в конечном итоге, у нас рефакторинг не исчезает совсем, естественно. Потому что если что-то меняется, приходится там переигрывать эту работу со слайсами. Но в целом у нас не происходит от увеличения кодовой базы, от увеличения приложения, его бизнес-функциональности, потребность в каком-то рефакторинге и переделки. То есть здесь нет такого, что нам на каждом этапе роста приложения приходится заново подходить к архитектуре, пересматривать ее с учетом новых условий, нового контекста. Но в целом здесь есть небольшая капитанная очевидность, что это все равно не серебряная пуля. Она не позволяет абсолютно избежать всех проблем. Могут быть всегда нюансы, особенно если у вас появляются какие-то интересные задачи, выходящие из типовых. И приходится на уровне ФСД придумывать эти решения. Вот как пример с интеграцией с API. Спасибо всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok